Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Также не забывайте, что спонсором данного видео являются наши старые партнеры, высокий профессионализм, быстрая и качественная работа с клиентами и всегда вы сможете сделать неплохие ставочки на спортивные события. Кстати говоря, совсем скоро будет матч Ливерпуль-Арсенал, где я сделал ставку на Ливерпуль. Все подробности по ссылке в комментариях под видео и сегодня, ребят, я хочу вам сказать о том, что у нас появился новичок в команде. Я вас спрашивал в прошлой серии, стоит ли нам покупать Шакири и, собственно, я его, ребята, приобрел. Также мне говорили приобрести Караско, но, к сожалению, с Караско там не получилось договориться, даже не в том плане, что не получилось договориться. Там очень сомнительными вышли бы переговоры, потому как в процентном соотношении у нас шансов было довольно-таки мало. Также просили купить того же Головина, например, из Монако и там, ребята, ситуация тоже очень такая нестандартная, не особо зашло бы нам сделать эту сделку, так как там в процентах тоже все очень и очень плохо. Ну и сегодня мы начинаем серию матчем против Мадридского Реала на Суперкубок. Это встреча обладателя Лиги Чемпионов и, собственно, это встреча обладателя Лиги Европы. Вот так вот выглядят составы, друзья. И также я хотел сказать, что я принял предложение сборной России. Так что теперь, когда появится возможность, мы с вами, друзья, сыграем за сборную России. Я думаю, это тоже будет весьма и весьма интересно. Ну а сейчас усаживайтесь поудобнее, берите чаек, печеньки, вкусняшки и погнали на игру против Реала. Трибуны заполнены болельщиками обеих команд. Мадридский Реал, Зенит. Интересное противостояние в финале Суперкубка. Но здесь, правда, еще у нас Навас на воротах Мадридского Реала. Также, что хотел сказать, ребят. Сейчас, в принципе, у нас команда укомплектована хорошо, но Коронавитера из Болотного я продать не смог. Сорвались там переговоры. Еще есть время, нам нужно все же их продать, чтобы не было, так скажем, перенасыщения футболистами. Ну и, как мы видим, Вицель, Шакири сегодня уже с первых минут в стартовом составе. Вот он, новичок нашей команды. Один из. Ну и сегодня мы доверили. Доверили им место в старте. Посмотрим, как себя проявят Вицель и Шакири. Ну а вот состав Мадридского Реала. Здесь все очень мощно. Бензима, Искобейл, Казимира, Модрич, Вальверде. Ну и, в принципе, стандарт в обороне. Вот так вот выглядит наша расстановка сегодня на футбольном поле. Ну а также те, кто остался на скамеечке. Ну и, друзья, давайте приступать к началу этого матча. Поехали. Лаксальт. Через Лунева. Вот так вот аккуратно. Пока действуем через пас Марселла и Шакири. Кузяев забрасывает на Вицеля. Тот смог пяточкой через себя перебросить. И вот здесь Лаксальт на фланге открылся. Здорово. С Вицелем они отыгрались. Лаксальт. И там есть Артем Дзюба и Шакири. Поднимают они руку. Дзюба. Вот это голешник. Артем Дзюба таранит защиту королевского клуба. И мяч от Наваса. Залетает в ворота. Здесь Дзюба торпедой просто залетел во вратарскую. Посмотрим еще раз. И, по-моему, Марселл он смял. Ну и Навас пустил. Мяч в нижний угол. Отличная подача Лаксальта. И Дзюба, ну просто не берущимся для Наваса, запускает этот мяч в уголок. И 1-0. Вот так вот вскрываем мы ворота королевского клуба на 14-й минуте. Бензима. Удар по воротам. И вот ответ. Гаррет Бэйл. Очень быстро Реал сравнялся. Буквально в следующей атаке. Передает привет всем болельщикам королевского клуба. Ну и вот быстро, быстро развивается игра. Казалось, Вицель здорово. Выцарапывает мяч в центре поля. Но здесь Бензима делает пас на Бэйла. И Шкриньяр его закрыть не успевает. Это 1-1. Опасно. Это снова Гаррет Бэйл. Удар по воротам и рядом. Ну может быть и Шкриньяр немножко его смутил этим подкатом. Но снова и снова Гаррет Бэйл остается совершенно один. И здесь просто повезло, что с левой он не попадает в дальний угол. Пошла подача. А это Дриуси. И там уже Шакири набирает скорость. Пас на Шакири. Кузяев бьет. И Навас спасает. Вот это моментище. Кузяев в центре поля бил и Навас все же смог выцарапать мяч. И вот атака Реала. Бензима. И повезло. Повезло, что здесь Бензима убежал просто за ленточку. Но какой моментище. Начинается второй тайм. Мадридский Реал. Зенит. Суперкубок. Счет первого тайма. 1-1. Паредас. Нужно помочь в защите. Это не пенальти. Это не пенальти, ребята. Все спокойно. И можно организовывать контратаку. Дзюба. Дзюба набирает скорость. Ну же. Забей. 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 Себастьян Дриуси выводит нашу команду вперед. Вот так вот. Чуть мы не получили пенальти в свои ворота. Но на контратаке смогли подловить королевский клуб. И здесь не было шансов у Наваса. Паредас и Кузяев покидают поле. Выходят Ерохин и Маркизио. Освежаем центр поля. И меньше 10 минут до конца этого матча. Ребята, жара. Мы пока что лидируем в матче против мадридского Реала. И вот сейчас снова на Шакире можно сыграть. Здорово. А вот здесь Шакире немножко не прочувствовал. Здорово. А Себа ошибся. Ошибся футболист Реала. И гол. 3-1. Но вот не только. Не только ЦСКА умеет выигрывать у Реала. Но и у нас в карьере. Мы подлавливаем их на ошибки. И Себа делает дубль под занавес встречи. Еще одна подача. И здесь Рама с ножницами мяч выносит. И все, друзья. Это победа. И это первый трофей во втором сезоне. Мы побеждаем в Суперкубке против мадридского Реала. И завоевываем первый кубок второго сезона. Мы собрали, друзья, весьма боевой состав. Укрепили пару позиций новичками в это трансферное окно. И сейчас нас ждет еще один Суперкубок. Но на сей раз против Локомотива. Давайте посмотрим на состав, который выйдет на эту игру. Итак, нам предлагают Александра Кокорина, Роберта Мака, Маркизио. Так, Набиулин. Набиулин Лаксальт у нас немножко потерял форму. Я думаю, Дриуси выйдет вместо Роберта Мака. Вместо Шакири выйдет как раз-таки Мак. А сюда давайте Паредес на скамеечке. Дзюба. Ну, пускай Кокорин сыграет на острие. Давайте Иванович выйдет вместо Смольникова. Вот так вот сыграем. И, собственно, друзья, поехали на игру. У нас по Заболотному пришло предложение. Так что постараемся его продать хотя бы миллионов за 10. Ну и сейчас матч против Локомотива. Это шанс показать сразу сходу с начала сезона, что мы будем биться во втором сезоне уже за победу в чемпионате. И показать Локомотиву то, на что мы способны. Ну и они, конечно, будут подтверждать титул чемпиона России. Я надеюсь, сейчас игра получится интересной. Поехали. Пока что Лока в атаке. Мяч на левом фланге. Здесь Иванович и Мамана. Аккуратно разобрались. Иванович. Вот это потеря. И здесь какая-то небольшая паника. И здорово. Пошла передача на Роберта Мака. Но успевает. Успевает защитник Локомотива. Набиулин на левом фланге. Набирает скорость. Передача на Кокорина. Дальше. Кузяев. Оттесняет соперника. С Вицелем отыгрались. Кузяев. Первый неплохой удар. А вот сейчас. Опасно. И Вицель. Вовремя выставил ногу. И тут же быстрая контратака. Пас на Кокорина. Это здорово. Буквально в две передачи. Вышли и забили. Ну вот так. Не забиваешь ты. Забивают тебе. Александр Кокорин успел выскочить из-за спин защитников Локомотива. Получил передачу от Дрюси. Ну и Вицель. Конечно, красавчик. Выгрыз мяч в штрафной. Увидел Себу. И вот так вот в две передачи мы открываем счет в этом матче. Не успел здесь Крыховяк догнать. Ну а Кокорин с левой уложил мяч в дальний угол. 1-0. Вицель с мячом. Дальний удар. Но здесь. Добить, добить, добить. Ух ты. Ошибся. Гильерми не забрал мяч в руки. Посмотрим еще раз. Напугал такое чувство его здесь Роберт Мак. И почему-то Гильерми после отскока мяча не захотел брать его повторно. Локомотив в атаке. По правому флангу. Набиуллин в подкате не попадает. Мамана. Но пытается Лока всячески. Отквитать этот один пропущенный мяч. Но пока не выходит. И близится концовка первого тайма. 0-1 в первом тайме. Игра довольно нервная. У Локомотива тоже были моменты. Были подходы. Но пока мы справляемся. И сегодня я отметил бы наверное рвение Вицеля. Который не дает во многих эпизодах пройти сопернику. Сейчас опасно накрывать. Ух и повезло. Здесь просто футболист Локомотива не попал в мяч. У нас вышел Паредас. Вместо Маркизио. И как раз таки сейчас. Будет подача. Пошла подача Кокурин. Мог сейчас сделать дубль. Но на сей раз Гильерме спасает. Ну и вот эти опасные подачи от Паредаса. То что было нужно. Ещё одна подача. И здесь уже Кузяев. Наши домашние заготовки помогают нам выигрывать матчи. И сейчас этот угловой тому подтверждение. Здорово выпрыгнул Кузяев. И ничего не смогла сделать защита Локомотива. 2-0. Подзывает арбитр Ивановича. И пока что устно предупреждает. Здесь можно сказать был срыв атаки. И сейчас будет опасный штрафной. В исполнении Локомотива пошла подача. И Смолов был очень близок к тому, чтобы поразить ворота. На секундочку я подумал, что мяч уже залетел. Посмотрите, как коварно он в считанных сантиметрах от крестовины проскакивает. И по-прежнему Лока больше владеет мячом. Но счёт на табло 2-0 в нашу пользу. Миранчук. Аккуратно отыгрался. Здесь Маманов подкате. И просто выносить. Шкриньяр. И здесь штрафной. Здесь будет точно жёлтое. Но я надеюсь хотя бы не красное. Посмотрим. Посмотрим, что скажет арбитр. Отгоняет он других футболистов. Или это пенальти? Не, ну на ленточке вообще было. Нет, это 11-метровый, ребята. Фернандес разбегается и раскидывает по углам. И есть ещё время. У нас выходит Артём Дзюба вместо Александра Кокорина. Подбадривают его одноклубники. Ну и вот так вот. 75-я минута. 2-1. Но повезло, что Шкриньяр хотя бы не получил ни красную, ни жёлтую. Но жёлтую-то ладно. А вот если бы он получил красную, было бы уже совсем не здорово. Шакири получает по ногам. Но знаете, игра немножко стала грубой. И сейчас в последние минуты больше нарушений правил, чем футбола. Но здесь, конечно, без каких-либо вопросов. По ногам отоварили Шакири. Опасно. Иванович надо встретить. Прострел. Скидка. Вицель выставляет ногу тела под эту передачу. И тут же контр-выпад. Здесь не успел. Не успел Зюба сделать передачу. И снова Лока несётся вперёд. Иванович. Молодец. И туда, вперёд на Шакири. Отложенная карточка к Шкриньяру. Не знаю уж за какие заслуги. Посмотрим, что там было. Влетел он здесь в ногу, конечно. И если бы это была вторая жёлтая, он бы уже отправился отдыхать. Ещё один опасный удар. И вот здесь пошла передача на Шакири. На этом, друзья, всё. 2-1. Непростая победа в финале Суперкубка. Но второй трофей в начале второго сезона. Эта серия, друзья, получилась довольно эмоциональной. Я надеюсь, она вам понравилась. И я думаю, на двух матчах сегодня остановимся. Потому что, действительно, я немножко даже подустал от таких эмоций. Это были два Суперкубка. Суперкубок против Мадридского Реала. И Суперкубок против Локомотива. Два наших новичка показали сегодня себя довольно неплохо. Во втором матче стоит отметить Вицеле. Он несколько раз прерывал атаки. И, собственно говоря, на этом будем заканчивать. Кузяев лучший игрок встречи. Два кубка в начале второго сезона. Всем спасибо за просмотр. И увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok